Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Елена Юрьевна, приветствую вас, добрый вечер! Добрый вечер! Главный собор страны в Кремле, Успенский собор, где венчались на царство и короновались русские государи, в самых-самых крайних случаях открывает свои двери для публичных концертов. Но это происходит в рамках фестиваля «Посольские дары» хор Сретенского монастыря в Успенском соборе. Что это за многостраничная, многогранная история под названием «Посольские дары»? Как она возникла? Музей Московского Кремля – это не только очень важный для нашей страны музей, где находятся государственные регалии, но и музей, который хранит все, что связано с жизнью русского двора, в том числе и «Посольские дары». И все, наверное, знают, что у нас хранятся совершенно уникальные коллекции, аналогов которых нет в мире. Это коллекции английского серебра, коллекции немецкого серебра, датского, шведского и так далее. И поскольку «Посольский приказ» также находился раньше в Кремле, это бывшее Министерство иностранных дел, и, соответственно, все «Посольские дары» поступали в оружейную палату, то мы решили создать фестиваль, музыкальный фестиваль, который говорил бы о взаимодействии или определенных взаимоотношениях русской и европейской музыки. И мы этот фестиваль открыли нынешней осенью, и начинается он с года Британии в России. И фестиваль посвящен музыке русской и британской периода барокко и состоит из четырех концертов. Вот хор Сретенского монастыря будет выступать в Успенском соборе 10 числа и будет исполнять русскую духовную музыку. Такого рода концерт мы делаем всего-навсего во второй раз. И я думаю, что это совершенно уникальное и прекрасное событие. Послушать духовную музыку в соборе – это редкая возможность, и мы приглашаем всех желающих. А есть некоторые совпадения в истории музыки Англии и России хор Сретенского монастыря? Ведь понятно, что только при Иване Грозном, который сватался к Елизавете I, возникло двухголосное пение. До этого по византийскому обычаю было пение только монодийное. А если при Елизавете, которая отказала Ивану Грозному, уже существовала светская музыка, и Елизавета сама играла на Вирджинелле, то в России вот двухголосное пение – это уже мощный рывок. Получается, что и при русском царе, и при английской королеве музыка стала бурно развиваться. Да, совершенно верно. И я должна сказать, что целый ряд концертов, которые последуют за тем концертом, который мы будем проводить в Успенском соборе, они будут как раз посвящены английской барочной музыке. И 17 октября в Патриаршем дворце будет концерт, где будут исполняться произведения и Пёрсела, и Генделя, и многих других английских композиторов. И концерт чрезвычайно интересный, потому что здесь будет выступать контртенор Рустам Еваев, которого достаточно редко можно услышать. Ну и следующий концерт у нас будет проходить 11 ноября, а также в Патриаршем дворце. И концерт очень интересный, потому что здесь будет исполняться произведение, которое практически нигде нельзя услышать. Это музыка к трагедии Шекспира «Буря» Линли. Линли, да, редкость большая. Я не знаю, исполнялся ли Линли когда-нибудь в нашей стране. Я в этом не слышал. Более того, я знаю, что на этом концерте будет сочетание и слова, и музыки. Совершенно уникальный, по своей духовной мощи, актер Борис Плотников будет читать отрывки из «Шекспировской буря». Да, да, совершенно верно. Поэтому вот в этом году мы устраиваем такого рода фестивали. Я надеюсь, что у нас будет возможность продолжать и на следующий год делать такого рода праздники. Перекрестный год. Россия-Великобритания. Британия-Россия не заканчивается в рамках музеев Московского Кремля только этой музыкальной истории. Уже очень много говорилось о совершенно уникальном явлении в английской культуре. Это Чарльз Ренни Макинтош. Человек многих стилей. Достаточно взглянуть на его портрет. В глазах видно все. И страсть, и напор, и глубина, и хулиганство. Этот хулиганский галстук, который завязан на шее. Обожал сочетание стилей. Просто проповедовал синтез искусств. И даже ремесел, если можно так сказать. И ваша выставка в Кремле тому наглядное подтверждение. Я знаю, что в рамках этой выставки планируется выступление очень известных искусствоведов, которые будут рассказывать об этом уникальном событии Макинтош. Когда это будет и что это за люди? К сожалению, к моему глубочайшему сожалению, наша публика не очень хорошо знает мировую художественную культуру. И Макинтош – это практически неизвестное имя. Дизайнер Макинтош, архитектор Макинтош. Макинтош как график и провозвестник нового стиля. Это мастер, которого очень плохо знают в России. И с какой-то точки зрения мы в данном случае выполняем просветительскую миссию. Это не только выставка произведений Макинтоши, которые мы организовали в Кремле. Это еще и первое издание на русском языке книги о Макинтоше с целым рядом статей известных шотландских авторов, которые пишут свои соображения об этом мастере как об архитекторе и дизайнере, который положил начало всему тому дизайну интерьеров, которые мы сейчас видим вокруг себя в интерпретациях совершенно различных мастеров. И, конечно, нам хотелось бы не только показать выставку, но и пригласить к себе всех тех кураторов, которые работали над этой выставкой и которые являются ведущими учеными в области изучения творчества Макинтоши. Я должна сказать, что существует в Британии не только общество Макинтоши, людей, которые интересуются его творчеством и регулярно собираются для того, чтобы обсудить насущные проблемы, которые связаны с творчеством Макинтоша, проблемой собирательства Макинтоша, идентичности его произведений. Но и в мире проходит каждый год несколько конференций, посвященных творчеству Макинтоши, поэтому все научное сообщество очень активно вовлечено в этот процесс. И вот в конце работы нашей выставки, в конце октября-начале ноября, мы будем проводить цикл лекций на территории нашего музея, приглашаем всех желающих. А это английская страна предложила, ну, точнее, британская, потому что Шотландия теперь все-таки у нас... Шотландия не отделилась. Да, все-таки не отделилась. А это британская страна предложила эту фигуру? Нет, это была наша инициатива. Это ваша была инициатива. А почему? Очень большой популярностью пользовалась выставка Генри Мура. И я говорила о том, что мы будем продолжать знакомить нашу публику с классиками европейского искусства XX века. И вот в данном случае мы выбрали фигуру Макинтоши, поскольку это принципиальный дизайнер и архитектор для всего того, что мы сейчас видим в Европе в настоящее время. И я уже неоднократно говорила о том, что изучение архитектуры в Европе для студентов начинается с изучения русского авангарда, в которой произведения русского авангарда, к сожалению, находятся не в самом лучшем виде. И часто бывает даже стыдно смотреть на то, как выглядит архитектура авангарда в Москве. Изучение дизайна в Европе начинается с изучения творчества Макинтоши. И что из себя представляет этот удивительный архитектор, который заботился не только о том, как выглядит здание, но и о том, как выглядит интерьер, но и каким образом человек, выглянув из окна, видит сад, который также проектировал Макинтош, и такие сады сохранились, вот это очень важно и это принципиально было для мастера. Поэтому нам хотелось показать лучшие произведения и произведения Макинтоша, которые характеризуют его как абсолютного новатора. Я думаю, что на выставке всё это можно будет увидеть. Это человек-юниверсум, то есть он беспокоился не только об отдельных составляющих, а объёмной картине того, что окружает человека. Совершенно верно. Он создавал как бы идеальную среду, в которой человек не только находился, но и всё, что его окружало, должно было определённым образом настраивать его сознание на творческий процесс и формировать определённый взгляд на мир. В конце сентября в музеях Московского Кремля открылась выставка о доблестях, о подвигах, о славе. Выставка, понятно, к столетию начала Первой мировой войны. У Блока дальше есть продолжение о славе. Я забывал на горестной земле. Но мне кажется, что как раз целью выставки для того, чтобы не забывать, что является самыми главными предметами этой выставки, я знаю, что это боевые ордена и медали. Есть совершенно уникальные, например, учреждённые матерью Николая II, императрицей Марии Фёдоровной, медаль, раненную французским солдатам. Это всё представлено. Мы открыли небольшую, очень небольшую выставку, посвящённую Первой мировой войне, которая являлась настолько важным событием для всей Европы, что, наверное, можно разделить жизнь в Европе до Первой мировой войны и после начала Первой мировой войны на две части абсолютно неравные. И очень многие понятия, которые существовали до 1914 года, абсолютно не стали иметь никакого смысла после окончания Первой мировой войны. Мы привезли фотографии из государственного архива, фотографии, связанные и с великими полководцами, и со священниками, которые были важными фигурами на фронте. И с деятельностью Красного Креста, которая возглавляла в России вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. И со всем тем, что происходило на фронте, потому что чрезвычайно важным и интересным нам казалось проследить судьбу тех людей, которые были героями Первой мировой войны. И затем, что с ними стало после 1917 года, после того, как в России произошла революция. Представлены важные принципиальные вещи, которые, наверное, ни один музей не может показать, поскольку они связаны с Тарской семьёй, они связаны с деятельностью Красного Креста и с личностью тех великих князей, которые принимали участие в ходе событий Первой мировой войны. Кроме того, у нас на выставке представлен такой совершенно уникальный документ. Это статут Ордена Святой Ольги. Это награда, которая была учреждена в начале Первой мировой войны для женщин. И нам известно только одно награждение. Это награждение госпожи Панаевой, у которой погибли три сына на фронте, и все они являлись кавалерами Ордена Святого Георгия. Но нам известен только статут, и мы не знаем, существует ли в природе вообще этот орден, потому что ни по каким документам, кроме вот этого награждения, такого рода награды не проходит, и в руках мы никогда не держали. Поэтому вот такой памятник, который описывает, что из себя представляет этот орден, за что он присуждается, и все церемонии, которые с ним связаны, у нас есть, но самой награды у нас нет. И мы, конечно, хотели бы, чтобы в какой-то момент в нашем музее это появилось. Но вот пока находимся в поиске. Спасибо вам большое, Елена Ильевна. Спасибо. Сегодня в главной роли генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Низкий поклон. Обязательно увидимся.